Мы продолжаем разбирать мессианские места Псалтири и обращаемся сегодня к 109-му Псалму. Название, собственно, мессианский характер начала этого Псалма, он вообще известен, все, кто читал Псалтири, они сразу это узнают. В день силы Твоя, во светлостях святых Твоих, из чрева прежде денницы родих Тя, клятся Господь и не раскается, ты и рей вовек по чину Милхиседеков. Господь и десную Тебе сокрушит есть день гнева Своего Цари, судит боязыцах, исполнит падение, сокрушит главы на земли многих, от потока на пути пиет, сего ради вознесет главу. Вот, ну, все места понятны, их может только так перечислить, по-простому. Рече Господь, то есть сказал Господь Господу моему, сиди одесную, справа стало быть от меня, доколе я не повергну врагов Твоих к подножию ног Твоих. Этот, на этот псалом ссылается и Господь, вот, как же, ну, очевидно, что Господа два, то есть Господь сказал Господу. Вот, и понятно, что, скажем, иудейское понимание, традиционное иудейское экзегеза, она не могла, не кривя умом, объяснить, не могла ответить на вопрошание ни Христа, ни апостолов, не могла ответить на, вот, особенность этого слова употребления, ни кривя умом. Конечно, как-то мы всегда все можем объяснить, но объективно это никак очевидно, что Господь один, Господь другой. Вот, и здесь в сочности, действительно, в некоем общем смысле, чтобы тоже важно не потерять за деревьями леса, в целом это пророчество о воцарении Христа, то есть пророчество о тех, о том явлении, которое в послании к евреям сказано, что свидетельствуется тем, что он сел одесную Бога Отца. Вот, воссел на небесах одесную своего Отца, и в целом, как мы знаем, кто читал внимательно послание к евреям, тот знает о том, как много там написано, вот именно в этом восхождении на небеса, обязательно с кровью, потому что он принес жертву, он истинный первосвященник и истинная жертва. Он сам заколает, он сам заколается, он сам заколаемый, он приносяй и приносимый. Он тот, кто приносит свою собственную кровь за жизнь мира и входит с этой кровью за внутреннюю завесу, вступая, возносясь на небо и ходатайство этой кровью перед Богом Отцом, о том, чтобы верующие в него не погибли, как он об этом просит своего Отца, в так называемой первосвященческой молитве, то есть 17 главе Евангелия от Иоанна. Это вот сама суть об этом и послание апостола Павла вот в значительном своем содержательном пространстве об этом, вот именно о, скажем, искуплении, но вот в таком первосвященническом контексте, как действие восхождения не во святая святых, вот, а в самую середину всего, самого источника жизни, в самый центр жизни, в самый центр святости, в самый центр неприступности, он входит со своей кровью и, собственно, и делается, совершается спасение человека. Ну, а теперь, как бы, помня эту вот целостную картину, некоторые обстоятельства чуть пространнее рассмотрим, то есть сказал Господь Господу моему, сиди, одеснуй меня, вот Христос сел, одеснуй, и отец ему говорит, до тех пор, пока я всех врагов твоих не сокрушу. Собственно, ну, все. Это одно из оправданий продолжения истории. Точнее, одно, одна сторона этой медали. То есть, история длится для того, чтобы сокрушились все враги Христа. А вторая сторона медали для того, чтобы все друзья Христовы, все веровшие во Христа были спасены. Ну, а вот здесь берется контекст сокрушения врагов. Почему? Почему это важно? Ну, а что бы взять и не сокрушить всех врагов? Ну, так помните притчу о пшенице и плевелах? Посеяно все. Пшеница посеяна, плевелы посеяны. Надо повыдергать бы все плевелы. Откуда ты знаешь, где плевела, где пшеница? Откуда ты знаешь, где враг Христов, а где нет? Надо, чтобы его враждебность проявилась, и надо, чтобы его сыновство проявилось. С истории есть такой вселенский проявитель. Она проявляет, кто есть враг Христа. И вот эта длительность истории, потому что мы знаем очень много врагов Христовых, которые оказались на самом деле его детьми. И знаем очень много людей, которые казались детьми, но оказались врагами Христа. История, время показало, кто есть кто. И вот Бог ждет. Он, конечно, знает, кто есть кто. Но нужно, чтобы это проявилось, потому что спасение человека возможно именно за какие-то совершенные дела веры или сказанные слова веры. От слов своих оправдается человек. И за дела веры он, когда он являет дела веры, он и входит под свод Небесного Царства. Вот, по сути дела, нам здесь заявляется о том, что жди, когда закончится история. Жди, пока не обозначатся все твои враги, которых и я сокрушу. Вот. Жезл власти дает Господь, чтобы сокрушать всех врагов. Дальше. С тобою начало в день силы твои я, во светлостях святых твоих. Из чрева прежде Деницы родих тебя. То есть, Господь, как бы продолжая свою речь, Он говорит Господу. Он говорит то, что ты рожден от меня прежде Деницы. Деница есть первый акт творения Бога. Он первый из сотворенных существ. А ты родился прежде Деницы. То есть, ты пребываешь рожденным прежде, чем началось творение. Сын в отце, он всегда рожденный, рождаемый. Но здесь нам не о тайне святой Троицы говорится, а нам говорится о том, что вот этот вот Господь, совершающий спасение человека, Господь, совершающий, то есть, Христос, совершающий искупление человеческого рода человека, Он не сотворен. Он рожденный, но не сотворенный. Все со времен Деницы, все ангельские силы, все люди, они сотворены. Он совершит спасение именно потому, что Он не сотворен. Он есть единородный Сын Своего Отца, а не является творением. Поэтому Он и может совершить искупление человека, потому что Он, во-первых, Сын, то есть, во всем послушный Отцу, и единородный Отцу, и единосущный Отцу. И Он может победить Сатану именно потому, а все мы после грехопадения попали под его власть, все мы под проклятием и под властью Сатаны. Так вот, это искупление, то есть, победа над дьяволом, возможно, именно потому, что Искупитель, тот, кто нас спасает, Он иной природы, чем Сатана. Не потому, что Он хорош, а просто это иная природа. Он может победить Сатану, потому что Он бесконечно больше его. Это, скажем, момент такой, отчасти очень интересный, онтологически интересный. Отчасти очень интересный и в плане, скажем, наших исторических казусов. Например, принято в таком церковном фольклоре принято соотносить Сатану с Архангелом Михаилом, что вот, как бы сравнивать, да, архистротик небесных сил Архангел Михаил и Сатана. Вот, на самом деле, это, ну, вот такой именно фольклор, вот, интересный, содержательный, небесполезный, и, в сущности, ну, отражающий определенную правду, не всю, не истину, только определенную правду. Ну, на самом деле, если бы кто-то, скажем, где-то и как-то, и кто-то смог бы сравнить силу Сатаны и силу Архангела Михаила, ну, не было бы превосходства у Архангела Михаила своей собственной силы. Вот, на самом деле, побеждает Сатану не Архангел Михаил, хотя, по воле Бога, он может нас защитить от каких-то его козней, и мы не напрасно к нему прибегаем. Как говорит книга Иова, это антологическое свидетельство, хотя и метафорической форме, когда Бог является Иовой и говорит с ним во второй речи, вторую часть своей речи, четырехглавной, вот в последней главе он говорит, рисуя облик Сатаны, как некоего дракона, огромного, непобедимого, называя его, что он князь над всеми сынами гордости, он говорит, только сотворивший его может приблизиться к нему. То есть, победить Сатану может только творец его. Только тот, кто сотворил это павшее существо, только он может его победить, больше никто, потому что это вершина творений Божьих. Это самое могущественное, самое великолепное, самое удивительное существо, потому что именно с него началось творение. Но тот, кто его сотворил, естественно, больше, антологически больше его, не количественно, а просто он иной, он хозяин. И вот нам здесь указывается, что поскольку ведь Псалом начинается с того, что я смогу положить, повергнуть врагов твоих под ножи ног твоих, а главный враг, с которым приходится бороться, главный враг вообще всего, это есть Сатана, то можно победить и Сатану, потому что ты рожден прежде него, ты большевый, поэтому он будет побежден. И клятся Господь, и не отречется слов своих, «Своих ты, священник, навеки по чину Милхиседеков». Вот как раз та тема, которая будет раскрываться в послании апостола Павла к евреям, где подробно будет говориться как раз о том священническом служении, которое совершит Христос. Почему по чину Милхиседекову? Потому что священство Аарона, оно особенное, во-первых, оно немощное, во-вторых, оно касается, ну скажем, некого родословия, родства. Вот, все священники, они становились священниками только потому, что они были потомками Аарона. Вот, те, кто был потомком Аарона, тот и становился священником. Годен он или негоден, хороший он или неплохой, просто по факту рождения его переходило достоинство священника. Больше никаких, скажем так, достоинств у этого священника нет. Только то, что он потомок Аарона. А если ты священник под чину Милхиседекова, то, во-первых, ты не потому, что ты так рожден, а потому, что это вообще, потому что про Милхиседека вообще не сказано его родословие. Вообще не сказано, кто он. Просто такой, потому что он такой. Он такой, потому что он царь, и он царь, потому что он священник. Он не имеет родословия, он обладает своими дарами по тому, что он вот просто есть такой. Он являет свое могущество, являет свою благодать, являет свое право приносить жертву, просто потому, что таким сотворил его Бог. То есть, чин Милхиседека независимо от того, от кого ты родился, а ты просто совершаешь то, что должен совершить, потому что такую способность дал тебе Бог. Ну, примерно, чтобы образ, скажем, вот есть человек, он обладает знаниями, потому что он учился в семинарии, потому что он учился в академии, потому что он учился, там, защищал диссертацию, потому что научное сообщество признало его, там, доктором наук. А вот представьте себе ситуацию, что в этом научном сообществе появляется человек, у которого нет ни диплома о высшем образовании, ни уж тем более диплома научной степени, но он разговаривает о любой научной проблеме так же или лучше, чем любой из докторов наук. он, скажем, профессор не потому, что у него есть соответствующие образования документы, а потому что он все знает. Вот это в научном сообществе это будет понятно. Понятно, что такого выскочку никто не потерпит, и никто не признает его право на какое-то особое знание для того, чтобы стать частью научного сообщества, надо именно пройти весь этот путь обучение, обоснование своих собственных знаний и предъявление их научному сообществу. Любой, кто знает очень много, но эту школу не прошел, он принят научным сообществом не будет. Вот, на равных, по крайней мере. И вот то же самое со священниками. То есть, можно быть священником, потому что, потому что, потому что, потому что, потому что, ты можешь предъявить и доказать, что ты имеешь право священно действовать, потому что, вот ты имеешь такое рождение, такое происхождение, или такое образование, или такие какие-то вот свидетельства, качества и прочее. А может человек быть таковым, потому что таковым его сотворил Бог. Вот, чин Аарона, это чин закона, чин, когда все правила соблюдены, все инстанции пройдены, все дипломы налицо, вот этот человек, который может доказать, что он имеет право учить, или право служить, право проповедовать, или право, скажем, творить чудеса. А есть человек, который ничего этого никогда не проходил, но просто таковым его сделал Бог, что он ничем не хуже, ничем не меньше, и даже больше, чем тот, который прошел все инстанции. Закон и благодать. Правила и просто воля Божия. Так вот, Христос стал священником не потому, что он родился, не потому, что он учился, не потому, что его признало, там, скажем, священническое сообщество иудейское, не потому, что у него там были кем-то делегированы и ему соответствующие полномочия, а просто потому, что его таким сделал Бог. И он совершает, именно по этой причине, он делается возможным совершить настоящее жертвоприношение, подлинное жертвоприношение, принести самого себя в жертву, и эта жертва оказывается единственной и достаточной, очистить весь грех человека. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!